Да, губит людей не пиво, губит людей вода, губит людей не пиво, губит людей вода, да! Это пиво, сваренное по старинной монастырской рецептуре. Наукс пилз, монашеский пилз. Пилз или пилз. Что это за термин такой? Термин пилз означает сухое, светлое, хмелевое пиво. Это пиво с характерным пивным ароматом и привкусом хмеля. Для многих пивоваров этот сорт пива является неотъемлемой частью их повседневной жизни. Он распространен из-за своей светлости и малой алкогольности. Также он легко усваивается и способствует хорошему пищеварению. Откуда же появился этот термин? Термин этот связан с чешским городом Пальзень и баварским пивоваром Йозефом Гролем. В то время в чешском городе Пальзень пиво варили 260 семей. Они варили пиво буквально в порядке живой очереди. Никто не хотел уступать своим правом варить пиво. Ни о каком постоянстве вкуса и качестве речи, конечно, не шло. Отцы города, конечно же, старались проверять качество пива. Делали они это как в рекламе, которую часто мы видели по телевизору. Лили пиво на скобью деревянную, сажали пивовара в кожаных штанах. Если он прилипал, штаны значит пиво хорошее, если не прилипал, значит плохое. Они выливали его перед ратушью и наказывали производителя. Но все-таки горожанам это рано или поздно надоело, такой контроль качества. Естественно, даже при такой проверке о вкусовых каких-то качествах так же речи не шло. Поэтому горожанам все это надоело однажды и в 1838 году 36 баррелей пива просто было вылито на улице Бельзеня. Пиво было вылито с таким вердиктом, непригодное для употребления и опасное для здоровья. В общем, отцы города снова собрались и решали, как же теперь с этой проблемой бороться. И решили построить единый муниципальный пивоваренный завод. Построить его, остастить его по последнему слову техники. Ну, в общем, что и было сделано. И уже в 1842 году завод выпустил первую партию пива. И большая заслуга именно в разработке рецептуры этой партии принадлежит тому самому баварскому пивовару Йозефу Бролю. Он был известным в Баварии скандалистами Грубияновым, но в это же время он являлся отличным технологом пивоваренного производства. Именно он привез из Баварии пильзель светлый, более светлый солод. Еще, наверное, и благородного немецкого хмеля прихватил туда. И сварил пиво это. Но использовал еще свою одну такую хитрость. Троекратное выпаривание на открытом огне. И сварил пиво, и дал ему рабочее название Пыльзельске. Вот так вот, наверное, и пошло, когда он купился. В общем, это пиво предвзошло ожидания самого Броля. Оно произошло по качеству даже баварское, можно сказать. Потому что местная родниковая мягкая вода сыграла огромную роль в этом пиво. В общем, начало пользоваться огромной популярностью. Было очень вкусное. Сразу моментально появились его двойники. Поэтому в 1859 году марку Пилзнер зарегистрировали в торгово-промышленной палате города Брюзель. Вернемся к нашему Мюнгспилз. Напоминаю, немецкое пиво от пивоварнии Noe Celle Koster Pro. Почитаем состав. Вода, ячменный солод, хмель. Алкоголь не менее 4,8. Экстрактивность начального сусла 11%. Бутылочка 0,5. Вообще, в Германии практически невозможно найти меньшую бутылочку. Например, 0,25. Вот такие бутылочки. 0,5. Давайте же откроем. Посмотрим на него. Поехали. Поехали. Пардон. Светлый, светло-желтый цвет. Прозрачный, 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 прозрачный. Танец и негативный цвет. Какая-то красивая, хорошая, естественная. Лена, белая, яблая, белая, 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 красивая, белая. Понюхаем. Какая-то красивая, белая, 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 белая. Точно солодовый. Запах. Огрейный. Копочек. Пощипывает язык, пена нестойкая, кстати, смотрите. Вкус, незначительная сладость во вкусе, но доминирует, конечно, горечь. Горечь мягкая, приятная, но чуть-чуть была бы она больше. Приближённо, что-то настоящим, действительно, пензерское, благородное горечье. Но в послевкусии горечь не длительно так сохраняется, может, потому что пива ещё аллопливая. Пьётся легко, освежает, в принципе, такое, тело лёгкое, мягкое, жаркий денёк хорошо будет освежить. Думала, карбонизация будет всё-таки ощущаться больше. Но как-то она вот и не ощущается. Финал сухой. Сухой финал с непродолжительной горечью. С такой слабой непродолжительной горечью. Когда глоток делаешь, вот такая даже лёгкая кислинка присутствует. А так, незначительная сладость во вкусе. И вот, конечно, доминирует горечь. Ну вот, немножко бы была она более усиленная ещё. Вот, как бы было бы ему лучше, мне кажется. Вот так. Такой себе вкус. Ну, характерный пивной вкус. Лучше, чем российская. Но... Не очень так мне понравилось оно, скажу я вам. Покупать бы не стала ещё раз. Вот. Пробуйте. Пишите комментарии, пишите свои впечатления по поводу этого пива. А с вами была Юль Сергеевна. Увидимся на канале Мир Пива. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!